Друзья, сегодня поговорим о таинстве венчания. Я бы не начал эту тему, если бы не увидел ролик отца Андрея Ткачёва, в котором говорит он, что ещё не каждую пару молодого повенчал. Гнать за шею надо тех молодых, которые с таинства великого, вспомоществующие только верующим, заключившим союз любви, союз нерушимый жить по Евангелию ради спасения своей души, превратили, так сказать, ритуал или обряд. Теперь настолько в моду вошло это таинство, что приличает сам ритуал, так сказать, где сама церковная утварь, атмосфера, иконы, запах ладана, песнопение, сопровождающее венчание, гостей и венчающихся, подталкивает всё запечатлеть на камеру, в худшем случае на фотоаппарат. О других таинствах, к которым относятся крещение, причащение собора, не поговорим позже. Раньше и представить себе невозможно было, чтобы в церкви что-то снимали. Мои родители в 50-х годах венчались, но никаких фото с того времени у меня нет. И я точно знаю, что не снимал никто их венчание, потому что бабушка моя, мать моя, мама была очень верующая, и в мыслях не было ни у кого, чтобы это запечатлеть. Теперь кругом одна показуха. Главное повенчаться в известном древнем храме, наделать фоток, фильм снять, а как жить, это уже никого не волнует. Мы прекрасно знаем, не буду говорить кто, вы сами догадываетесь, что у кого есть деньги, того и повенчают. Неважно, исповедоваться будет он или не будет исповедоваться, как он живёт. Есть, знаем, по несколько раз венчают. Уж никуда не годится уж такие вещи. Я помню, в 90-х годах к нам в храм приехал молодой человек, по внешности не бедный. И машина тоже у неё была, по-моему, неотечественная. И спросил меня, я тогда был председателем Приходского совета храма подмосковного, вот такая длинная борода, он, наверное, думал, что я священник. Вот, батёк, сколько у вас стоит венчание? Ну, я ему сказал, что бесплатно. Но для того, чтобы батюшка повенчал, ему нужно поисповедоваться супругой за всю их жизнь. И показал книжонку такую, в помощь кающимся святителя Игнатия Бринчанинова, а там Тимати Греков, вот, а он только головой мне это покачивает, да, как бы соглашаясь. Вот, ну, я-то думал, что покачивание головой является, являет знак согласия со мной, но так подумал, вряд ли. Приедет он и батюшке, сказал, что батюшка вряд ли, наверное, будет искать другой храм. Точно не приехал, не приехал никто. Вот, наверняка нашёл, на храм в маске это полно. Вот, за деньги, за большие деньги можно, я говорю, кого хочешь повенчать. Я вот помню, что действительно, пока мы там в этом храме служили, за два года, ну, пар, наверное, пять батюшка повенчал, но действительно такие пары были. Я вот сейчас помню, уже прошло достаточно времени, что верующие сейчас живут, истинные верующие христиане, действительно, с таким сознанием и долгом, и страхом было это таинство, я помню. А, к сожалению, случается так, что сейчас люди венчаются в известных храмах без всякой веры. Даже у меня был случай, как одна царственная мама моего друга рассказывала, что младшего сына, когда они венчали, то священник спросил, а супруга-то, невеста-то крещённая, нет, батюшка, не крещённая, ну, ничего, мы и покрестием. То есть, и покрестили, и тут же повенчали. Вот, это было 30 лет назад, так что сейчас, я не сомневаюсь. За деньги можно, что хочешь сделать. А вот святой Кирилл Иерусалинский говорит, что если ты лицемеришь, то священник крестит тебя. Сюда можно отнести любое таинство. А дух святой крестить, венчать, причащать не будет. Из таинств мы устроили себе ритуалы, где, как в магии, придаём значение больше действий, чем вере во Христа, в его самуществующей силу в борьбе с грехом, со страстями, с войной. Ведь многие венчаются, крестятся, причащаются, и только один Бог знает, совершилось ли таинство у нас. Как преподобный Серафим Царовский говорил, что на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Так и в Иуду. Вместе с куском хлеба вошёл сатана. С Духом Святым шутки плохи, кончаются у многих. Очень печально и плачевно. Вот хочу вам почитать из речения святых отцов о таинствах. Преподобный Марк Подвижник пишет, «По делам, словам и мыслям праведен только один, а через веру, благодать и покаяние много праведников». Святитель Иоанн Златоуст. Человек ничего не приносит, таинство от себя. Но всё дело силы Божией. Бог действует на вас в таинствах. А святитель Игнатий Беринчининов пишет, «Таинствами христианской церкви верующие приводятся в соединение с Божеством, в чём существенное спасение, принятие веры делом веры, принятие от сели залога вечных благ. И ныне Христос действует, и ныне Дух Святой совершает спасительные знамения в христианских таинствах». Вот, дорогие, давайте сейчас послушаем, что по этому поводу, касательно таинства венчания, говорит сам известный священник протерея Андрей Ткачёв и профессор московской православной духовной академии Алексей Ильич Осипов. А венчаться нужно серьёзно. И сегодня, когда люди приходят и говорят, «Я хочу венчаться», то сегодня нужно очень сильно подумать, что им сказать. Может быть, их и не нужно венчать? Может быть, не всех нужно венчать? Может быть, их нужно сначала узнать, познакомиться с ними? Потому что когда мы хотим венчаться, говорят, давай, хорошо, а когда? Да хоть завтра. А сколько стоит? Да вот столько, приходи. Раз-раз повенчали и ушли. То есть, говорит, и покрещу, и миром помажу. Там хоть живи, хоть не живи. Так нельзя венчать. Священники, если он, например, количество разводов, даже в церковной среде, заходит за 60%. Людей ведь не держит венчание. Это раньше люди, вот как Татьяна говорит, «Я другому отдана и буду веком и верна». Хоть я её любила, она и любила, Онегина, и тоже в ней сердце колотилось, когда она его увидела. Также и Маше Дубровскому говорит, «Поздно я венчана». Сегодня ни для кого не будет препятствием венчания, чтобы переступить через совесть, уйти, в адюльтер залезть, в гречку скакнуть, разрушить одну семью, начать другую семью. Не держит людей венчание. Не держит. Кто из вас этого не знает? Даже священников венчание не держит. И священники разводятся. И матушки изменяют священникам нередко, чтобы у нас волосы дым поднимаются, мы этих историй знаем массу. Людей ничего больше не держит. Люди о сатане ли? Нам стоит вопрос, что не всех надо венчать. Некоторых нужно гнать от венчания. А с некоторыми долго-долго работать, чтобы приготовить их к венчанию. Но ни в коем случае не так. А я венчаться хочу. А как хорошо? А сколько стоит? А 500? А приходи. А когда? А завтра? И а-ля-ля-ля-та-та-та. Повенчали. Ну идите себе. Если священник за жизнь повенчал 100 пар, а потом оказалось, что из 100 пар 85 развелись, то священник – злодей. Он зачем в 85 повенчал? Нужно было бы повенчать всего 15 пар. И он за них бы получил добрый ответ на страшном судище. А если КПД его трудов составляет всего лишь 15%, то зачем он тогда это все делает? Зачем? Я должен повенчать за свою жизнь, скажем там, 250 пар, и 250 пар должны дожить вместе до страшного суда, до собственной смерти. Ну ладно, одна, две, три, в семье не без урода, бывает всякое там, что-то такое, да. Но подавляющее большинство венчанных людей должны до смерти сохранять верность брачному обету. И к этому их нужно приготовить, потому что они сами к этому не готовятся. Венчание превращено нами всеми в красивую церемонию. В арендованный лимузин, в куклу на капоте, в наемные услуги фоторепортера и кинооператора, в сыпании риса и конфет по дороге, в красивые тряпки белого цвета на невесте и черного на женихе, в красивые кольца, в какую-то ерунду всякую, в застолье, в пьянство двухдневное или трехдневное в ресторанах и по домам после венчания. На все это уходит львиная доля приготовлений к венчанию. А эту всю энергию нужно направить на то, чтобы в течение месяца, двух-трех, говорить с ними, рассказывать им, учить их, молиться с ними, заставлять их приходить в храм каждое воскресенье, запретить им спать друг с другом до брака и всячески учить их будущему семейному отношению друг к другу в браке. Вместо этого мы, как гора, рождающая мышь, тратим время, деньги, силы и энергию на дерьмо, извините меня, на застолье, на шампанское, на лимузины и на фоторепортеров, и через год приходим к этому попу, говорит, вот все ж диткины живут, надо бы развестись, развенчаться, батюшка якуется развенчаться, боже, вот погану живут. И это все попустительство родителей из тайного благословения ленивых священников. Это преступление. Все это представляет собой некий тайный заговор. Вот, это надо менять, пока не поздно, иначе, ну что вы думаете, мы долго будем Бога гневить и раздражать его? Сколько это будет продолжаться? Поэтому венчание это слишком серьезная вещь, для того, чтобы вот так вот с ней баловаться. И крещение слишком серьезная вещь, чтобы тоже с ней баловаться. И все остальное тоже слишком серьезные вещи, чтобы с ними относиться как к требам. Это не требы. Квартиру осветить, это треба. А повенчать пару, это не треба. Это, это таинство, за которое должен отвечать потом. Ты потом должен, ты должен им сказать, дорогие мои. Кроме вас, кроме меня, никто вам этого не скажет. Вам будет счастье, здоровье, счастье, здоровье, счастье, здоровье, горько, горько, счастье, здоровье. Больше же ничего в мозгах нету, ничего же никто не пожелает больше. А я вам должен сказать, чтобы вы были верные друг другу. Чтобы если вы поссоритесь, что вы приходили ко мне, и мы будем решать, как вас помирить. Чтобы вы не жаловались друг на другу подружкам и родителям. Чтобы жена мужа слушала, чтобы муж работал на трех работах, потому что в семье всего хватало. Чтобы он из кожи вылазил, он был кормильцем, а не тунеядцем. Надо сказать им правду, правду. И о том, что надо писать в записках, будет Иван и Светлана, а не Светлана и Иван, тоже нужно будет сказать. И о том, что абортов делать нельзя. И о том, что детей нужно рожать больше, чем двух. Не двух, а больше. Сразу женясь, нужно брать себе планку, родить двух-трех, а то и больше. Потому что плодитесь — это два, а размножайтесь — это три и больше. Он говорит, плодитесь и размножайтесь. Плодиться — это два. То есть муж и жена оставили после себя еще двух. Это они плодились. А если у них три, четыре и пять, значит не размножились. Он говорит, плодитесь и размножайтесь. И много другого нужно рассказать им. И теперь вы поменчаетесь, и теперь не мама будет самая главная для тебя, доченька, А самое главное будет муж, понятно тебе? Она это все выслушает, скажет, я не хочу венчаться. Правильно, мы достигли своей цели. Потому что венчать нужно не всех. Если вы сказали человеку правду, человек послушал, думаешь, ого, как апостолам Господь сказал про венчание, они говорят, если такие обязанности у человека к жене, то лучше не жениться. Сказали апостолы Господу. И Господь сказал, что не все вмещают это вот, не жениться. Что кто вместит, тот сместит, но не все. Вообще закон такой, жениться надо. А обязанности высокие, да. Если человек послушал, думал, о, ничего себе, это вот так вот надо в браке жить. Ой, подожди, может, тогда мне не венчаться вообще? Правильно, не надо венчаться. Венчаться, чтобы развести с черевогот не надо. Повенчаться, я вас не хочу. Если вы только позволите прийти ко мне с вопросом, как нам развенчаться, я вас расстреляю. Обоих из двух стволки. Вот не смейте ко мне появляться с вопросами о развенчании. Я вас повенчал, чтобы вы жили навеки вместе. Все. Приходите ко мне только, чтобы причащаться, детей крестить, исповедоваться, развенчиваться, даже не приходите, потому что я совершу смертный грех над вами обоими. Надо сказать эти слова. Ну, другие слова, это я, конечно, утрирую, понимаете, что я утрирую. Я сгущаю краски, утрирую, там, так сказать, ерничаю немножко. Но суть остается сутью. Правильные слова сказать человеку надо. Иначе всю эту дрянь Господь будет драть с моей шкуры, с моей, со священника. Ты зачем здесь нужен? Ты почему молчишь? Ты почему профанацию превращаешь в церковные таинства? Вот такие штуки. А вы говорите. А если люди венчаются, но не расписываются по-своему? Надо расписываться. Надо расписываться. Двусмысленность нашей жизни не позволяет нам вести абсолютно духовную жизнь без всякой привязки к государственным формам. Нам нужно расписываться тоже. Хотя бы потому, что есть такие фокусы, например, приходят люди и говорят, мы к вам ходим уже в церковь полгода. Мы такие, знаете, вот, мы так вот, мы не доверяем государству, мы не любим государство. Ну, кто его у нас любит? А ну, знаете, государство, государство. Мы вот такие, мы духовные, знаете, мы духовные. Мы вот хотим венчаться, да, венчаться хотим. Можно вы вас повенчаете? Ну, мы не будем расписываться, эти штампы в паспорте, я вас умоляю. Это такое, можно мы просто повенчаемся? Ну, и батюшку можно расслабить, размягчить, а там еще что-нибудь там-то. Можно, можно. Ну, можно, можно. Повенчал. Это случай из жизни. Через месяц приходит какая-то женщина к священнику и говорит ему, на как показ паспорт, свой и того, которого он повенчал недавно, с другой. На каком основании вы повенчали моего мужа с какой-то бабой? Этот очень духовный человек напел священнику песен и повенчался с какой-то другой бабой, хотя сам он расписан и не разведен, со своей первой законной женой, которая уже прожила там лет 15-20. За этой всякой гипердуховностью, говорит, да понимаете, что там в паспорте не нужно, мы такие духовные, нам только повенчаться. За всей этой гипердуховностью какая-то змея ползает. Всегда. Не верьте людям, которые сильно духовные. За этой сильной духовностью там какой-то хаос шевелится. Всегда. Поэтому не надо этому верить, нужно расписываться. Где так будем рожать, пусть будет фамилия мужа. Имущество приобретён, пусть оно будет совместно приобретённым, пусть оно будет записано на забой и так далее, и так далее. Не надо этих фокусов супердуховных. Я не верю в супердуховность. Особенно современного лживого человека. Распишись и повенчаемся. Всё. Но при чём тут венчанное? Если не венчанное, значит, можно как угодно себя вести, да? Я что-то не понимаю, при чём тут венчанное? Я прежде всего хочу сказать о таинстве. Таинство – это не какое-то магическое слово или действие. Таинство – это только то вспомоществующее средство человеку, когда он открывает в себе, в своей душе, возможность действия этому таинству. Вы слышите? Вот только что я говорил. Можно причаститься и принять Христа, а можно – сатану. Можно обвенчаться и получить помощь Божию, а можно – наоборот. Серафим Саровский говорил, «Ты причастился на земле, на небе остался непричащённым». Мы забываем, знаете, такие вещи, что просто поразительно. Не знаем таких вещей. Марк Подвижник преподобный говорит, «Если ты искренне веруешь и приступаешь к таинству крещения, то тут же по крещению тебе даётся Дух Святой. А если ты лицемеришь и не веруешь, и по крещению не даётся». Ведь надо же... Ой, как надо понять, чем характеризуется языческое понимание, понимание вот этих всего таинственного. Правильно совершить ритуал. Вы слышите? Правильно совершить ритуал. Вера в силу ритуала. Православие о чём говорит? Самое главное в человеке – вера и обещание Богу доброй совести. Ритуал сам по себе ничего не даёт. Хоть тысячу раз окунайте и говорите, и произносите формулу крещальную. Кирилл Иерусалимский прямо говорит, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали когда-нибудь такое? Если бы сейчас какой-нибудь богослов такое сказал, да и вот тут же вот там костёр, и всё, и князь и славе Божьей. А это пишет патриарх Иерусалимский, святитель. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Марк Падиж говорит, и по крещению не даётся. Вы подумайте, что? Иоанн Сатауст говорит, что с причастием сатана вошёл в Иуду. Вы послушаете? Вообще не знаю, что делать с этими святыми отцами. Они всё не так учат, как положено. Ну, совсем не так. Так вот и в данном случае первое, о чём я хочу сказать – венчаные. Я не знаю, что это такое венчаные. У меня одна родственница прибежала ко мне, она венчаться будет. Я говорю, а муж-то верует? Ну, он ещё не крещённый. Ну, он сказал, что будет креститься. Я говорю, да. Я говорю, да какое же венчание-то у вас? Вам же надо, чтобы он уверовал. Делать не в венчании, а в вере. Нет-нет, он всё такое. Мы будем в Елоховском соборе венчаться. Я говорю, ну, давайте венчать. Через год прибегает. Мы разошлись. Как же это такое? Мы венчались и разошлись. Я говорю, а вы вовсе не венчались? Как не венчались? В Елоховском венчались. Я говорю, не венчались вы? 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 Спасибо.